Всем доброй ночи! Сегодня у нас с вами очередная ночная прогулка по лесу, во время которой мы с вами поговорим на очень важную тему и актуальную тему для всех людей. Эта тема будет о деньгах. Излюбленная наша сладкая такая тема. Очень важная. Ну что ж, начнем наш разговор. Ну, сначала хочется сказать, что деньги — это очень мощный эгрегор. Эгрегор, с которым можно взаимодействовать или жить, в общем-то, плохо. То есть, ну тут уже никак не поспоришь, что без денег любой человек живет плохо. Даже если он говорит о духовном развитии и о том, что деньги — не главное, все равно счастья у него маловато в жизни. Ну и, в общем-то, даже по накопленным, по обретенным богатствам, можно сказать, измеряется сила. Сила человека, который может это богатство удержать, да, то есть его денежный ресурс измеряется. То есть, например, если вы в прошлой жизни не имели богатств и были, ну, можно сказать, бедным, да, то в этой жизни эти богатства к вам просто так не придут. Об этом много раз говорила и учитель наш Алена Полынь о том, что человек, который накопил большой жизненный ресурс, ресурс богатства, он рождается уже изначально в той семье, которая может это богатство ему дать. А человек, который не накопил этого ресурса, у которого его нет из прошлых жизней, он, скорее всего, в 99% он родится в бедной семье. Или же, если богатый, то все равно, когда он выйдет во взрослую жизнь, ему придется добиваться богатства, добиваться благополучия своим трудом и нарабатывать свой ресурс. Но изначально наша тема была... Мне хотелось поговорить, да, о том, что сейчас растущая луна, но, как всегда, мысль зацепила, и разговор пошел немножечко в другую сторону. Но, в общем-то, вся наша тема о деньгах, и все, что я говорю, это очень важно. Но о растущей луне. Сейчас очень хорошо делать ритуалы на деньги и на то, чтобы что-то обрести, на обретение богатства, на обретение красоты, счастья, на силу делать ритуалы. То есть в любом случае на то, что вы хотели бы, чтобы у вас прибыло. То есть именно на обретение важно сейчас делать ритуалы, потому что луна растет, и все, что вы будете делать, оно тоже будет расти. Собачка впереди встречает нас. Итак, продолжаем наш разговор на денежную тему. На растущую луну очень хорошо делать ритуалы на деньги, как я уже сказала. И сегодня я с вами поделюсь очень мощными ритуалами. Ритуалами, которые дает в открытом доступе наш учитель Алена Полынь, сильнейшая ведьма. Эти ритуалы, они очень мощные, очень сильные. И, в общем-то, каждый человек может сделать их для себя или для своих близких, для тех, о ком он заботится. Но на самом деле даже то, что дает Алена Полынь в свободном доступе, не все могут найти, не все могут сделать. Поэтому я считаю не лишним повторить эти ритуалы для того, чтобы как можно больше людей их увидели, смогли ими воспользоваться, смогли с помощью магии Алены Полынь улучшить свою жизнь, укрепить финансовый поток свой. Да, вообще, то есть взять счастье в свои руки и сделать свою жизнь лучше. Пропустили собачку. Вон она, вон она, вон она, виляет хвостиком идет. Не одна, конечно. Итак, о этих ритуалах я вам сейчас говорила и буду говорить. В общем-то, все эти ритуалы, они несложные, абсолютно несложные. И сделать их может каждый. И если вас ничего не останавливает, никакие убеждения, то я призываю вас работать над усилением своего денежного потока и привлекать к себе деньги. Да, потому что, ну, много людей на самом деле любят деньги, вообще практически все любят деньги, хотят их к себе привлечь, но ничего для этого не делают. Да, то есть просто просят, не знаю, у пространства, просят у религиозных богов, просят у еще кого-нибудь. Но не получают, потому что сами для денежного эгрегора для денег ничего не делают взамен. Эгрегор, он живой, с ним нужно взаимодействовать, как и с любым другим эгрегором. Если вы ничего не даете деньгам, никакой почести, никакого уважения, ничего для них не делаете, то, соответственно, они не захотят к вам идти. Это очень серьезно. Итак, я прошу вас достать ручки, тетради. Возможно, это ритуальные тетради. И записывать ритуалы, которые я вам сейчас буду говорить. Пишите красиво для себя. Возможно, для своих потомков, да. Может быть, кто-то из вас будет передавать эту тетрадь по роду. И по ней будут работать ваши потомки. Итак, остановимся у этого замечательного дерева с таким раздвоенным стволом. И я расскажу вам некоторые ритуалы. Первый ритуал на деньги, который я вам сейчас расскажу. Для него вам нужно приобрести веник. Лучше приобрести его сейчас, на растущую луну. Веник именно из природных материалов. Перевязать веник золотой ленточкой. По углам квартиры рассыпать монетки. Потом поутру собрать эти монетки веником на зеленую ткань, да. То есть изначально приготовьте еще зеленую ткань. А когда будете собирать веником, приговаривайте. Монеты собираю, богатство зазываю. Серебро и злато буду богата. Воистину. Монеты положите в банку и прикройте зеленой тряпочкой, в которую вы их собрали. И оттуда ни в коем случае монеты свои не тратьте. Это очень важно для того, чтобы у вас накапливались блага и богатства. Так, сейчас я немножечко поправлю телефон. Холодно сегодня на улице. Ой, как холодно. Но нас это не останавливает. Никого не видите? Смотрите, какой веселый, забавный, говорящий дух сидит на дереве. Очень интересно, правда? Итак, переходим ко второму ритуалу. И для него вам понадобится маленькая кошельковая лопатка. Ее можно приобрести во многих магазинах. Сейчас можно приобрести в наших магазинах. Кудеса-чудеса и в косом переулке. Итак, нужна вам маленькая кошельковая лопатка. Берете лопатку в руку и на нее говорите. Говорите 9 раз. Мужик богатый гребет деньги лопатой. Мне богатеть лопатой, деньги иметь. Заклинаю. Говорите так 9 раз. Потом лопатку кладете в свой кошелек. И после этого она начнет привлекать к вам деньги, загребать их лопатой, как богатый мужик. Следующий ритуал на деньги. Очень-очень мощный. Для этого вам понадобится, ну, в общем-то, ваш кошелек и масло кедра. Ну и еще лавровый лист. Смазываете кошелек изнутри маслом кедра. Кладете туда лавровый лист. Лучше, чтобы он был красивый, на веточке целый. Да, обязательно. И внутрь кошелька говорите 9 раз. Говорю-говорю. Кошель заговариваю. Коли деньга из кошеля погулять выйдет, так домой назад не одна вернется, а с родней. Что постарше? Истина. Говорить так же 9 раз. Ох, сейчас все начнут делать ритуалы на деньги. Пойдет прибыль. Чувствуете уже эту мощную денежную энергию, которая витает в воздухе? Просто витает. Итак, переходим к третьему ритуалу. Этот будет ритуал у нас на прибыль. Для того, чтобы открыть пути деньгам. То есть, понимаете, да, для того, чтобы деньги шли к вам по чистым, по таким протоптанным, открытым дорогам. Итак. Открывайте двери. Дверь своей квартиры, своего дома. И в эти двери 9 раз говорите. Прибыль прибывает. Деньги ко мне направляет. Отовсюду деньги идут. Туда, где их зовут. Деньги, деньги, деньги. Деньги заклинаю, к себе зазываю. Сказать 9 раз. Вот такие замечательные, мощные ритуалы Алена Полынь дает в свободном доступе для тех, кто хочет обрести богатство. Если вы почувствовали мощь, силу этого заговорного слова «Ведьмы» и готовы принимать блага, то эти ритуалы для вас. На самом деле, месяц январь – это очень важный, очень сильный, невероятно такой прямо знаковый месяц, в котором нужно особо сильно, особо активно работать на привлечение благ. Потому что это только начало года. И надо заложить фундамент для его продолжения. То есть, как всегда, работаем, работаем, еще раз работаем для себя, на себя, на то, чтобы жить хорошо. Не забывайте также о том, что нужно обязательно благодарить деньги, благодарить силы. Когда у вас что-то происходит хорошее, когда вы получаете то, чего вы хотели, когда вы видите, что силы вам помогают, обязательно их благодарите, потому что должен быть энергообмен. Это правильно. Если вы что-то получили, но не отблагодарили за это, то это перекос. Перекос энергий, и они пойдут в минус для вас, потому что вы взяли и ничего не отдали взамен. Поэтому силам делаются подношения. Поэтому благодарятся силы. И вообще правильно, в принципе, да, благодарить всех и вся, кто вам помогает. Это здоровое качество нормального человека. Также, пока мы еще с вами гуляем, хочу напомнить вам несколько правил, которые не отпугнут от вас деньги, да, то есть потому что многие люди на самом деле пугают деньги какими-то своими действиями, сами того не понимают, делают какие-то опрометчивые поступки, которые в итоге деньги от них отгоняют. А то, что я вам сейчас скажу, это такие, несколько таких основных принципов, основных важных таких моментов, которые помогут вам не то, чтобы не отпугнуть деньги, а привлечь их к себе. Итак, запомните, размер вашего кошелька должен быть большим. Таким, чтобы деньгам в нем было свободно, чтобы им там хотелось дышать, танцевать. Это я условно, да, выражаюсь? Чтобы им там было свободно, вольно, хорошо. Цвет кошелька тоже имеет очень важное значение. Если вы хотите привлечь деньги, именно создать активность, то цвет кошелька должен быть красным, да, чтобы деньги туда постоянно приходили, и там постоянно было движение. Они будут обновляться в таком кошельке, вернее сказать, кошеле. Также для этого подойдет цвет зеленый и золотой, ну и еще серебряный. Все эти цвета, они будут привлекать к вам деньги. Запомните, деньги никогда нельзя уничтожать, сжигать, топтать, рвать, и делать прочие негативные действия по отношению к деньгам категорически нельзя. Это испортит все ваши отношения с денежным эгрегором. Ну и деньги, конечно, надо любить. Любить сами деньги, да, не то, что вы на них покупаете, приобретаете именно сами деньги. Гладить, наполнять свой кошель любовью, любить купюры. Вот сейчас я задам вам несколько вопросов, на которые вам нужно будет ответить самим себе. Проанализируйте, какие у вас отношения с деньгами. Любите ли вы деньги? Любят ли деньги вас? И хотите ли вы обрести богатство? А не боитесь? С этими вопросами я оставлю вас наедине. И, конечно же, записывайте ритуалы, которые я вам сейчас дала. Благодарите Алену Полынь за знания, которыми она с нами делится. Пишите отзывы, записывайте видеоотзывы. Обязательно рассказывайте, как у вас работали ритуалы. Это важно для всех. Это интересно всем. Давайте делиться опытом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!